Здравствуйте, дорогие друзья! Глава Шафтим. Однажды один человек попросил великого Хафицхайма, человека такого известного во всем еврейском мире, благословить его, чтобы он выиграл лотерею. И Равин отказался. Тот говорит ему, но вы же благословляете людей, которые играют на бирже. Тот говорит, да, я тебе объясню, почему. Когда кто-то выигрывает на бирже, поскольку там идут дела хорошо, все остаются в выигрыше. А благословить одного человека на его один лотерейный билет, значит, навлечь проклятие на остальные билеты. И он не стал этого делать. Для чего нам это нужно? Написано, что из этого мудрецы делают большой... Всегда с действия наших великих мудрецов делаются выводы, что действия человека в этом мире не нейтральные. Это самообман, кто так думает. Действия несут или благословение, или противоположное этому. Написано, выбери благословение или проклятие. Это каждый день происходит. И вот когда люди, к сожалению, написано на земле, возникает, ну как бы сказать, критическая масса негативных выборов, начинаются сложности. То есть мы сами лепим свое будущее. И обратите внимание, все великие пророки, которых мы знаем, предсказывали очень тяжелые времена в конце, перед приходом Машеха. И мы сегодня видим миллион таких примет и всего. Это касается земли, стран, каждого из нас. И в нашей недельной главе есть подтверждение того, что будут пророки, что они будут и дальше рассказывать это. И что написано в нашей недельной главе? «Пророка из среды твоей, братьев твоих поставлю, я слушаю все его». Что это говорит? Что после Машеха были другие пророки. И так и было во времена второго храма. Дальше с этим стало похуже. Вначале были те, кто порицали всех царей, первосвященников. Цель поколения упрекали, говорили о отсутствии веры, морали. Потом стало отличить уже тяжело, потому что пророки ушли, а оракулов там стало миллионы. Как понять, хороший, плохой, правду говорит или нет? У этих вопросов, вообще на то, как отличить пророка, именно в нашей недельной главе, и одной из измерений таких говорится, что говорится, вы можете подумать, Маша говорит, как отличить пророка от непророка. Просто очень говорить. Если будет вещать от имени Господа, то предсказание сбудется. Если нет, не сбудется, значит он врал. И казалось бы, вообще больше нет вопросов. Там все абсолютно ясно. Предсказания пророка сбываются, а в противном случае это лжепророк. Однако через секунду мы видим совершенно другое. Классический пример такой у нас. Пророк Йона Всевышний повелевает ему идти в Нинвы с посланиями, что принесет сейчас, будут беды. Он не хочет, там рыба его проглотила. Потом все-таки Бог его направил, пришел, сказал, через 40 дней Нинвы будут перевернуты. Нам это специально все описывается. Для чего? Надо подумать, для чего. Здесь для нас, здесь алмазы скрыты для нас. Если пророк, получается, предвещает бедствие, например, скажет, что у такого-то проблемы, или в таком-то году будет голод, или еще что-то. То есть, если против кого-то на небе есть такое обвинение, не обязательно это сбудется. Это вот так же, как произошло с Нинвы. Что для них произошло? Люди перевернулись, написано, сделали тшуву, раскаяние, и все. Или для Хискиягу, для него было отложено наказание на 15 лет. Но если прообещал пророк добро, значит, будет все хорошо. Ну-ка, это вторая часть уже. Пока говорим о чем? Фундаментальные выводы здесь есть. Иудаизм основан на идее свободной воли. Окей? И поэтому невозможно с абсолютной уверенностью сказать, что человека ждет в будущем точно там какие-то неприятности. Люди способны меняться, а Всевышний прощать. И вот в тексте молитв, которые мы читаем в течение 10 дней трепета, есть такие слова. Если кто помнит, молитва, раскаяние, благотворительность, мочают суровый приговор. Нет приговора, который нельзя отменить. Говорится вот во всем этом рассказе, который мы сегодня разбирали. И даже пророки, он не предсказывает будущее, а предупреждают. Он говорил нам о бедствиях не для того, чтобы возвестить людям, чтобы все уже там нет. Чтобы предотвратить, он рассчитывал на чудо. Чудо исправления, чудо покаяния, чудо тшуды. И наоборот, если не сбываются, то и сбываются, точнее, сбылось нехорошее пророчество, значит, чудо не произошло. Вот и все. И так всегда было с народом, с пророками, которые были. Они предупреждали народ для того, чтобы люди поняли, но давали всегда надежду. Без надежды любое пророчество, оно не годится. Потому что всегда ты не знаешь, есть возможность отмены наказания и милосердия Творца. И сейчас, перед вступлением в месяц ИЛОУ, наша глава нам как раз и дарит вот такую вот надежду и подсказывает, что если даже, не дай бог, кому-то что-то вынесено не так из-за наших действий, не окончательный приговор, все еще можно изменить. И сегодня, и в течение его только до Рашушерна. Если ты полагаешься на Всевышнего, все будет хорошо. Надо только помнить, что Всевышний оправдывает надежды на него настолько, насколько человек полагается на Всевышнего. Брехавец Лиха.